Ребята, я понимаю, что для многих из вас сейчас далеко не простое время. Я понимаю, что, возможно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы рассказывать вам о куртках на весну. Но я хочу, чтобы вы понимали. Мой канал всегда был аполитичен и всегда был посвящен исключительно кроссовкам, одежде и брендам. Поэтому я надеюсь на ваши здравомыслия и на вашу адекватность. Будьте сдержаны в своих комментариях и, пожалуйста, не опускайтесь до оскорблений. Да, друзья, я извиняюсь за столь грубое вступление, но пока что по-другому никак. Людьми в последнее время управляют эмоции, с которыми они совладать не в силах. Поэтому, пожалуйста, будьте терпимее и не ведитесь на провокации. Что ж, а сегодня, как вы уже, наверное, могли догадаться, мы с вами поговорим о куртках на весну 2022 года. Да, вполне возможно, что я немножечко запоздал с данным видеороликом и многие из вас уже что-то приобрели себе на весну. Но, тем не менее, я все же считаю, что ему имеет место быть. И если вдруг вы уже что-то себе приобрели на весну, то, конечно же, поделитесь этой информацией в комментариях. Ну, а если вы до сих пор себе еще ничего не купили, то после просмотра данного видеоролика вы точно поймете, чего именно вы хотите. Поэтому советую усесться поудобнее, взять себе чего-нибудь вкусненького покушать, абстрагироваться от всех этих лишних и ненужных мыслей и провести это время со мной. Поехали! Так вот, друзья, когда я начал готовиться к съемке данного видеоролика и начал перебирать все свои весенние куртки, я офигел. Во-первых, я офигел от того, насколько у меня их на самом деле много. Хотя каждый раз при выходе на улицу я задавался вопросом, что же мне все-таки сегодня надеть. Мне нечего надеть, друзья. Оказывается, курток у меня много и надеть мне есть что. Во-вторых, я офигел от того, что даже те куртки, которые я покупал 5-6 лет назад, все еще остаются актуальными и их все еще можно носить. То есть, грубо говоря, купив всего один раз хорошую куртку, вы сможете носить ее долгие-долгие годы. Единственное, что ее нужно правильно стилизовать и она никогда не выйдет из моды. Понятное дело, что речь не идет о каких-нибудь странных куртофанов с рынка с надписью фэшн либо дизайн. Так вот, веду я к тому, что если вдруг вы думаете, что вам обязательно каждый год нужно тратиться на новую куртку, потому что прошлое вышло из моды, то это далеко не так. Понятное дело, что если она у вас порвалась и выглядит уже совсем стрёмно, да, вопросов нет. Но если с ней ничего не случилось, как это зачастую бывает, можете вообще не париться. Какой бы куртка у вас не была, она всегда будет актуальна. Главное это правильно ее стилизовать. Даже если это она рак на папире. Серьезно. И вот вам отличный пример куртки от бренда Obey, которую я купил примерно 4 года назад. Вот скажите, неужели сейчас она выглядит неуместно? Нет. Она как тогда выглядела круто, так и сейчас она выглядит круто. И секрет тут достаточно прост. Она имеет базовый силуэт и минималистичный дизайн. Да, возможно цвет подойдет не под все. Но тем не менее, если вы приобретете себе подобного силуэта куртку, еще и более универсального цвета, вы, будьте уверены, никогда не прогадаете. И даже спустя 5-10 лет вы сможете надеть ее, как ни в чем не бывало. Да, ни для кого не секрет, что в связи с санкциями большинство крупных магазинов, большинство крупных брендов прекратило работу с нашими странами. Вот, пожалуйста, я даже на ASOS зайти не могу, чтобы показать вам аналоги этой куртки. Как долго это продлится, я сказать не могу. Поэтому все, что нам остается, это пока что искать альтернативу от наших отечественных брендов. Поэтому на все куртки из сегодняшнего ролика я, конечно же, постараюсь оставить ссылочки в описании. Окей, следующий вид курток, который отличнейшим образом подходит на весну, это коучи. Характерной чертой данного вида курток является прямой крой и, скажем так, рубашечный воротник. Это тоже весьма универсальная штука, которая вряд ли в ближайшее время утратит свою актуальность. Из минусов данного варианта могу отметить лишь отсутствие капюшона. Но поскольку лично я всегда ношу его с худоном, этот недостаток легко компенсируется. Лично у меня коуч от американского бренда Carhartt. Вы же можете рассмотреть варианты от наших отечественных брендов. Если вы хотите утепленный вариант, то могу предложить обратить свое внимание на московский бренд Caled Garment. В данном коуче имеется утеплитель Thermofin, а внутренний подклад выполнен из искусственного меха. На начало весны, когда еще возможны небольшие заморозки и похолодания, этот коуч будет идеальным вариантом. Но если рассматривать вариант без утеплителя, то могу предложить обратить внимание на коуч от нашего белорусского бренда Isaya. Ничего лишнего, минималистичный дизайн, а главное доступная цена. Примерно 3000 рублей. Да и доставка у них есть куда угодно. В общем, классная универсальная штука. Почему бы и нет? Опять же, коуч это та вещь, с которой трудно прогадать. Если вдруг вы не знаете, чего именно хотите, то можете смело брать его. И никогда не пожалеете. Еще одна нестареющая классика, это, конечно же, куртки Харрингтон. Я даже точно сказать вам не могу, насколько она у меня уже долго. Лет, наверное, 5 точно. Но то, что она до сих пор актуальна, отрицать смысла нет. Данная куртка подходит под любое телосложение. Ее можно сочетать как с джинсами, так и с чиносами. Можно носить как под кроссовки, так и под ботинки. В общем, если хотите придать своему образу немного бунтарского духа, то Харрингтон просто незаменимая вещь. Что отличает Харрингтон от обычных курток? Это, конечно же, клетчатый подклад, который является прям главным акцентом в этой куртке. Воротник-стойка на двух пуговицах и резинка на манжетах и подоле. Лично я свой Харрингтон покупал в российском магазине Street Story. Там они даже сейчас стоят в районе 3000 рублей. Я не смог почему-то загрузить их сайт, но в их группе в ВК цена указана именно такая. Ну, либо можете посмотреть на сайте Ламода. Там тоже я нашел немало хороших вариантов. Ссылочки, опять же, будут в описании. Ребята, хочу сделать небольшое отступление. Во время съемок данного видеоролика до меня дошла новость о том, что в связи с санкциями все русскоязычные каналы отключаются от монетизации. Это значит то, что все ваши любимые блогеры перестают так или иначе зарабатывать с просмотров и с монетизацией. Говорит это о том, что, ну, они теряют, так сказать, свой заработок. Естественно, я ни в коем случае не хочу с вами расставаться. Я буду, так сказать, в прежнем режиме выпускать для вас ролики и радовать вас контентом. Единственное, что хочу попросить, это, конечно же, как можно больше постараться меня поддержать. Кто может, пусть поддержит лайком. Кто может, комментарием. Кто может, может оформить спонсорскую подписку. Она недорогая. Взамен вы получаете там какие-то смайлики классные. И, конечно же, поддерживаете меня. Также у меня есть свой бренд одежды Props. Вот ссылочка на него. Вы можете поддержать меня тем, что купите у меня какие-нибудь там штаны, худи. Скоро появятся классные футболки. Этим брендом управляю лично я сам. Поэтому можете за качество, за доставку, ни за что не переживать. Все вещи классные. Я слежу за материалами, за качеством, за производством лично сам. Поэтому, друзья, даже отвечаю в директе пока что сам. И оформляю заказы тоже я. В общем, жду от вас поддержки, конечно же. Потому что я уверен, что мы все огромная большая семья. И друг друга в беде не оставим. Также немало внимания на последних модных показах было уделено такой верхней одежде, как пальто. Не знаю, как и почему, но я всегда сторонился этого элемента гардероба. Мне почему-то казалось, что в пальто я буду выглядеть странно. Но стоило мне только его примерить, я понял, что глубоко заблуждался. Но вы сами на это взгляните. Сразу видно серьезный парень. К тому же, в нынешних реалиях пальто стало максимально универсальной штукой. Если раньше его сочетали исключительно со строгими брюками и туфлями, то сейчас пальто можно сочетать с чем угодно. С худонами, с кроссовками, с джинсами. Естественно, все это должно выглядеть гармонично. Поэтому старайтесь без фанатизма. Поэтому, если вы ищете чего-то взрослого и серьезного, смело покупайте себе на весну пальто. Опять же, оно сейчас в тренде, да и в принципе всегда будет актуально. Ну а следующим весьма распространенным айтемом на последних модных показах были куртки из материала Sherpa. Это, если что, грубо говоря, искусственный мех. Так вот, если вы подписаны на мой инстаграм, вы точно могли заметить, что у меня есть вот такая замечательная куртка от московского бренда ZNY. Так вот, это и есть та самая Sherpa. Мне лично очень нравится этот материал. Он хорошо держит форму и достаточно неплохо согревает. И на прохладные весенние вечера он подойдет как никто другой. Ну и поскольку я являюсь большим фанатом Carhartt, я себе очень хочу купить вот такую Sherpa. Но с дынешним курсом и отсутствием доставок получу я только фигу с маслом. Но если вдруг у вас есть возможность заказать такую куртку, не думайте ни секунды. Также есть вариант классной недорогой Sherpa от нашего отечественного бренда Isaya. Прямо сейчас вы можете видеть ее на мне. Выглядит круто, стильно, а главное, опять же, недорого. Можете тоже обратить свое внимание. Ссылочку оставлю в описании. Ну и как я говорил еще в прошлом году, в моду вернулись бомберы. К сожалению, свой бомбер Alpha Industries мне пришлось продать, потому что он мне был немножечко маловат. Поэтому имейте в виду, когда будете покупать, они маломерят нам, ну точно на размер. Я вот себе купил L-ку, но она все равно мне была мала. Поэтому заказывайте, не знаю, на размер больше, чем вы носите обычно, чтобы он был такой вот немножечко оверсайзовый, потому что сами по себе бомберы, они подстреленные. И когда вы берете размер-размер, выглядит немножечко нелепо. И к тому же хотелось бы, чтобы под него можно было надеть какой-нибудь худан и так далее и тому подобное. В общем, бомберы сейчас в тренде. Покупайте, смотрите, ищите. Не обязательно Alpha Industries. Есть куча разных брендов недорогих. В общем, бомберы ван лав. Ну и, конечно же, нельзя пройти мимо обычных нейлоновых ветровок, которые всегда в моде при любой погоде. Сейчас на мне вы можете видеть ветровку от бренда Obey. В ней нет ничего лишнего. Это просто нейлоновый кусок ткани, который отлично будет защищать вас весной от ветра, от осадков. И, в принципе, все. Да, в какие-нибудь холодные деньки вы ее не поносите, но, тем не менее, это универсальная штука, которую и летом можно всегда надеть, и весной, и в начале осени можно надеть. В общем, классная штука, которая, я считаю, должна быть в гардеробе у каждого. Опять же, не обязательно вам покупать от бренда Obey. Такие ветровки делают абсолютно любые бренды. Так что, если захотите, то, конечно же, найдете. Но штука, конечно же, универсальная, и, опять же, она никогда не выйдет из моды, потому что... Ну, потому что чему здесь выходить из моды, согласитесь? В общем, как-то вот так. Что ж, вот такой вот получилась моя подборка курток на весну. Если ролик показался вам полезным, и вы что-то хотя бы для себя смогли подчеркнуть, то, пожалуйста, отблагодарите ролик лайком, и, конечно же, напишите свой комментарий. Потому что время сейчас вообще непростое, нелегкое. Мне кажется, что поддержка нужна каждому, и мы должны быть все немножечко сплоченнее, помогать, поддерживать и выручать друг друга. Поэтому, друзья, в этот день ваш лайк как никогда нужен, ваш комментарий тоже как никогда нужен, потому что ролики выпускать нужно, мне нужна ваша мотивация, и без нее никуда. В общем, друзья, спасибо вам еще раз за просмотр. Спасибо, что до сих пор остаетесь со мной. Я вас всех люблю, мы все огромная семья, и я надеюсь, что нас ничто и никто не сможет разлучить. Даже отсутствие монетизации. В общем, всем спасибо.